Правительство решило открыть 125 избирательных участков за границей. Это на 25 больше, чем на президентских, но оптимизма у оппозиционных сил не прибавилось. Даже наоборот. Социалисты намерены это решение обжаловать в суде, утверждая, что у них есть очень веские аргументы. Ну а мы задаемся вопросом, почему эта тема всегда вызывает столько нареканий? Кому выгодно, чтобы голосующих за границей было как можно меньше? Все ли от них зависящее сделали и правительство, и МИД, и ЦИК, наконец? Вот вопросы, нуждающиеся в компетентных ответах. И у меня в студии люди, придерживающиеся разных взглядов. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. Итак, я представляю гостей, которые добрались сегодня до Полюса. Виталий Гамурарь, пресс-секретарь Демократической партии Республики Молдова. Добрый вечер. Добрый вечер. В роли политического комментатора сегодня известный журналист Игорь Волницкий. Вам здравствуйте. С минуты на минуту ждем исполнительного секретаря партии социалистов Республики Молдова Влада Батрынча. Ну что ж, пока господин Батрынча еще подходит к нашему эфиру, давайте поговорим вот о чем. У нас есть цифра. Цифра 125. 125 участков в этом году принято открыть. Вот скажите, пожалуйста, вы поняли обоснование этого решения, почему их столько, и что вы, собственно, думаете об этом обосновании? Вот вам в начале слова, представителю правящей партии. Во-первых, необходимо отметить, что в этом году цифра, то, что вы указали в самом начале, больше, нежели на президентских выборах, естественно, больше, нежели в 2014 году, не говоря уже про предыдущие годы. То, что в последние годы очень много... На 25 больше. Да. В любом случае, исполнительная власть или власть всегда придерживается некоторых цифр, возможностей открывать, возможностей содержать соответствующие избирательные участки. Я хотел бы изначально сказать, что Республика Молдова и законодательство, в принципе, довольно-таки открыто в этом вопросе по отношению к тем голосующим нашим гражданам, которые находятся за рубежом. Не потому, что это лучше, чем в некоторых странах, потому что в каждой стране свое законодательство. Есть некоторые страны, если не ошибаюсь, даже в Германии, стран с демократическими режимами, которые, в принципе, запрещают своим гражданам, проживающим за рубежом, которые, в принципе, провалят отношения с своим государством, имеется в виду, не платят налогов, не проживают там и так далее, запрещают участвовать на соответствующих выборах. Я не говорю, что это хорошо или плохо, просто мы должны сказать о том, что существуют разные моменты. Конечно, Республика Молдова здесь особая ситуация, поскольку очень большое количество наших граждан находится за рубежом. Я всегда был сторонником того, чтобы наши граждане имели возможность высказывать свое мнение, имели возможность голосовать. Но при этом я каждый раз говорю о том, что это является правом, не является обязанностью. Поэтому, когда у тебя такое право есть, и ты, в принципе, являешься активным участником того, что происходит в государстве, и это мы видели по другим странам, то, в принципе, ты выражаешь свои права, которые у тебя есть, и ты его выражаешь в полной мере. Мы исходили из той проекта, которая существует у других стран. Я помню, все помнят хорошо ситуацию и те вопросы, которые возникали в Румынии, которые тоже большое количество граждан находятся за рубежом. Разница большая между Молдовой и Румынией в том, что наши граждане поделены, половина находится на востоке, половина находится на западе. Я не буду давать сейчас 20 подробностей, где больше, где меньше, но это реальность. То, чего нет в Румынии, то, чего нет в других странах. Это создает некие дискуссии вокруг того, что якобы, я слышал такие разговоры, хотя не от представителей партий политических, больше часто этот комментатор иногда о том, что некоторые партии считают некоторых граждан более гражданами, чем других, например, те, которые проживают. Да, у меня в эфире, например, был очень известный политический комментатор, сказал, что наиболее передовая часть смотрит на запад, а менее передовая осталась. Это всегда опять такие взгляды, которые не приветствуются. Я очень рад, что представителей политических партий, политических лидеров никогда таких высказываний не было, потому что невозможно делить свои граждане. Я был всегда сторонником того, что у нас вопросы были до сих пор по тому, как будут организованы выборы в Приднестровском регионе, вопросы часто возникали по поводу Юга Республики Молодого, Гаузерия и так далее. То есть эти вопросы нужно исходить из законодательства соответствующего государства. Например, в Германии, опять же, возвращаясь к Германии, невозможно открывать избирательные участки, кроме как в здании посольства или в консульском отделении, учреждении. То есть вот такого рода очень много моментов, которые не указываются, но при этом нужно учитывать, что и у власти есть определенные ресурсы, есть определенные возможности. Пояснение, да. То есть почему именно такая цифра, значит, как вы правильно сказали, есть и ресурсы, и возможности, но это хороший вопрос для чего. К нам присоединился Влад Батронич, добрый вечер. Добрый вечер. Приветствую вас у нас в студии. Мы говорим по поводу открытия избирательных участков за границей. Вот есть цифра уже, 125. С вашей точки зрения, насколько она обоснована и чем вызвано это обоснование? Убеждает ли оно вас в том, что именно эта цифра оптимальна? Ну, цифра в данном случае уже вещь абсолютно условная, потому что грубым образом были дискриминированы в очередной раз сотни тысяч граждан нашей страны, которые работают на Востоке, в СНГ, в частности, в Российской Федерации. Грубо был нарушен принцип пропорциональности, то, что мы еще накануне этого решения правительства, мы провели пресс-конференцию, в которую мы обратились в правительство с тем, чтобы был соблюден главный принцип пропорциональности, то есть в зависимости от нахождения наших граждан за границей. И в очередной раз мы обращаем внимание на грубейшее нарушение конституционных прав наших граждан, проживающих в Российской Федерации. Всего лишь 11 участков на сотни тысяч наших граждан, то есть эти граждан, очевидно, дискриминируют. Их в очередной раз отнесли к категории неправильных граждан, то есть тех, которые не должны голосовать. Мы не можем никак найти объяснение разумного, логического, почему в России, где около полумиллиона граждан, пусть по данным Молдавского Министерства иностранных дел, пусть это будет 400 тысяч граждан, почему для них 11 участков, а в Италии, где по данным того же Министерства иностранных дел Молдовы, 160 тысяч, 170 тысяч, и при этом в несколько раз больше участков. 28 или 29, не помню точную цифру. Никакого разумного, логичного объяснения, повторюсь, здесь существовать не может. Власть, очевидно, дискриминирует, уже даже не по политическому, по геополитическому принципу дискриминирует собственных граждан. Если мы возьмем цифры по роли, влиянию нашей диаспоры, наших мигрантов за рубежом, то около 40% денег сегодня наши мигранты отчисляют именно из Российской Федерации. И это полнейшее неуважение к собственным гражданам. И самое главное, это стоит очень серьезный вопрос относительно легитимности того результата, который мы получим в результате выборов 24 февраля. Потому что нас, партия социалистов, безусловно интересует, чтобы эти выборы прошли легитимно. Мы партия с самым высоким уровнем доверия. И мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли максимально объективно и корректно. Но тогда, когда так грубо нарушаются права сотен тысяч граждан, как можно говорить о легитимности результата выборов. Спасибо. Господин Волницкий, я, если можно, еще вопрос заострю, потому что мне интересно ваше мнение. Вот ведь не первый раз перед выборами мы становимся с вами свидетелями того, что обижаются как раз партии левой политической ориентации. Вот особенно на Москву. Да бог с ними, с партиями. Партии могут обижаться и не обижаться граждан. Дело в том, что нарушается грубо право граждан. Понятно. Понятно. Но вы же как выразители воли граждан выступаете. То есть вы поднимаете эти вопросы. Почему вот так происходит? Почему вот именно это направление? У вас есть какое-то вот этому объяснение? Вы знаете, трудно найти объяснение, потому что я, как человек, который пишет политическую историю страны, периодически выпускаю книги, и наблюдаю процесс оживления диаспоры, начиная с 2009 года. Это впервые в 2009 году диаспора дала о себе знать, как политический вовлеченный игрок, как заинтересованный политический игрок. Это когда речь идет о том самом золотом голосе? Так его назвали. Трудно доказать, но вы знаете, до 2009 года диаспора не особо верила, что она может влиять на политические процессы в стране. Но в 2009 году, когда заговорили об этом золотом голосе, произошла внезапная активизация этого сегмента избирателей. И мы наблюдали, как он постоянно из года в год, этот сегмент рос. Вовлечение диаспоры во внутренние политические процессы росло. И в 2010, и в 2014, потом в 2016. И знаете, что меня удивляет? Если есть этот рост, все его замечают, все видят, что эти люди хотят голосовать. Почему? Вопрос всегда ставится именно накануне выборов. Есть же у нас Министерство иностранных дел, которое имеет свои рычаги воздействия через консульские, дипломатические миссии. Есть Бюро по отношениям с диаспорой, которое тоже имеет свои рычаги. Есть, скажем, определенный учет, ведется Бюро статистики, есть правительство, есть другие ведомства в Молдове, которые косвенно или напрямую связаны с этим вопросом. Почему не проводится, я не знаю, учет, наверное, что-то, именно в период между выборами, а не накануне выборов, чтобы понять, в какой мере диаспора хочет участвовать и какие условия нужно создавать для того, чтобы она участвовала в эти процессы. Если мы каждый раз будем поднимать вопрос накануне выборов, да, оппозиция делает свое дело, она говорит об этом, но власти здесь не имеют значения, кто именно находится у власти, потому что сейчас находится демократическая... Предполагается? То есть власть не в состоянии предположить, как граждане, находящиеся в той или иной стране, будут голосовать? Если учесть, то наши люди голосуют геополитически. Разве нет? Это есть, но я не это хотел сказать. Не зависит, какого цвета власть. Сейчас демократическая партия, завтра социалисты могут быть у власти, до демократов были другие у власти. Почему не формируется определенная политика государства по отношению к этой категории граждан? Вот что я хотел сказать. Это надо принимать во внимание. Сегодня ты власть, завтра оппозиция. Сегодня ты заинтересован в большом участии диаспоры в политическом участии. Завтра не будешь заинтересован в этом. Должна быть единая видность, единая политика, которая не должна меняться в зависимости от того, кто у власти. Так должно быть, как вы говорите, но у нас, к сожалению, все происходит по-другому. Я неспроста привела в пример Москвы, потому что, когда были президентские выборы, мы видели видео, сколько народу хотело проголосовать, как они пытались штурмом взять здание посольства. Потом многие люди, видя, что это все, собственно говоря, малоуспешно, они разворачивались, уходили. Некоторые СМИ отсняли картинку ближе к вечеру, когда люди уже ушли, сказали, ну вот смотрите, как же все это замечательно. Вот почему Москва? Задавали этот вопрос мы себе не раз. И что у нас есть, какая информация? Мы журналисты все-таки, мы попытались выяснить. Оказывается, посол Республики Молдова, по нашим сведениям, опять же, я повторяю это, запросил у МИДа 22 участка. Получили 11. Вот вы говорите, почему так происходит. Запросили 22. Причем говорят, что 6 участков, которые были все-таки приняты во внимание МИДом, он вообще их не просил, потому что там особо людей, с его точки зрения, не проживают. То есть ситуация вот какая. Посол просит МИД, МИД говорит, нет, у нас Соединенных Штатов будет 12, а в Российской Федерации будет 11. Почему так? Ну, вопрос, почему так и не так, это к правительству, потому что у них больше информации. И это тоже правда. Два момента хочу привести. Это, во-первых, любая оппозиция будет кратиковать власть в смысле того, что якобы они не представлены, нет пропорциональности в отношении выборной системы. Такого же рода декларации были сделаны раньше, делают сейчас другими оппозиционными партиями, которые считают, что в принципе за них проголосовало бы больше, например, в Западной Европе или на территории Северной Америки. Каждый раз будет такого рода декларация. Теперь вопрос о том, позиция посла. Есть практики, это в дипломатическом праве, в дипломатическом отношениях есть общее правило, прописанное, это не юридическая норма, это протокольная норма о том, что министр национальных дел всегда знает больше, нежели посол, потому что он получает информацию из различных источников. И в принципе решение всегда за, последнее слово всегда за ним. Это практика, которую не я придумал, это очень хорошая давняя практика. Поэтому любой вопрос относительно того, почему именно 11 участков, почему не больше участков, почему в других странах столько-то участков, я хорошо помню ситуацию, когда были последние, если не ошибаюсь, выборы в Румынии, нет, еще когда Басецку выбирали в качестве президента, и тогда обвиняли, его обвиняли граждан Румынии, проживающих на территории Республики Молдово, что якобы они решили, решили последний вопрос, золотой голос за Басецку, потому что они якобы согласовались, то, что он упростил систему получения гражданства. То есть недовольны всегда будут, недовольны есть, но на то есть власть, которая в принципе исходит из тех интересов государства, из тех реальных возможностей, которые у нее есть, в том числе по содержанию, по обеспечению безопасности, по обеспечению всех соответствующих интересов. Я не буду говорить о том, что некоторые страны, в которых тоже огромное количество людей было в свое время, выезжало на работу, уезжало на себя, это Ирландия, это Норвегия, которые в принципе эти вопросы в меньшей мере обсуждали, потому что она решала, что я не провожу параллель, о том, что якобы те, которые проживают здесь в республике Молдова, только они имеют право на то, чтобы высказывать свое мнение. Но есть различные подходы, и нужно изучать всю практику и говорить о том, что мы можем сделать это, мы можем сделать это, и вот в этом ракурсе мы можем обеспечить прозрачный и демократичный выбор. Да. Господин министр иностранных дел Тудор Ульяновский сообщил нам, чем он руководствовался, не той информации, про которую вы говорите, что ему известно больше, чем послу. Не знаю, я, например, здесь, это мое мнение, я на нем не настаиваю, но я не всегда верю, что министр, находясь далеко, всегда знает лучшую ситуацию. Но бог с ним, дело не в этом. Его критерии. Значит, учитывая официальную статистику, как принимается решение, значит, результаты предварительной регистрации граждан, как он говорит, проживающих за рубежом, число избирателей, которые участвовали в предыдущих выборах. Вот вас эти аргументы, Гасим Батронич, они вас убеждают в том, что вот эти количество участков, было подобрано правильно. А почему вы используете слово аргумент? Это не аргумент, это какая-то чушь, это какое-то даже несубъективное мнение, этому трудно найти какую-то характеристику. Данный министр кабинета своего никогда не покидал, он понятия не имеет, как живет диаспора ни на востоке, ни на западе. Это политический назначенец, он не находится на своем месте. Но вопрос даже вне его компетенции. У нас существуют государственные структуры. Государственными структурами, дипломатическими структурами является посольство и консульство, которые в силу своих законных обязанностей, они непосредственно работают с информацией, работают с нашей диаспорой, работают с официальными структурами того государства, в котором представительство они представляют Молдову. И если посольство, это не просто посол, это посольство, это тоже государственный институт, дает четкую информацию, где проживают наши граждане в Российской Федерации. Москва, Московская область, Питер, Ленинградская область, там, где массовое сосредоточение наших граждан, порядка 400 тысяч граждан. И правительство, находящееся здесь, министр, который понятия не имеет, где что там, кто проживает, работает, каковы условия, и так далее, открывает, принимает решение, предлагает решение открыть участок в Нижневартовске, в Калининграде, и так далее. То есть, он может привести аргументы к тому, почему эти незначительные участки должны быть в Нижневартовске и в Калининграде, а не в Московской области, где у нас работают тысячи наших граждан по строительству и по другим работам. Соответственно, еще раз говорю, это узаконенная дискриминация наших граждан. На этот предмет мы завтра утром в 10 часов, мы уже объявили, мы готовили эти дни обращения в консунный суд, мы уверены, что в консунном суде не будет ни одного правового аргумента к тому, чтобы оставить, признать консунным решение этого правительства. Мы будем добиваться отмены данного решения и в консунном суде, и в международных структурах, потому что мы считаем, что это очень опасный феномен. Господин министр был в Италии, может быть, и он может привести нам аргументы, чем граждане Республики Молдова, находящиеся в Италии, чем их права более конституционные, либо чем их права более важны, чем права тех, кто работает в Москве и Московской области, денег те даже высылают больше из России. Соответственно, нет ни одного аргумента. Более того, вот это вот стремление доказать кому-то там на Западе, за океаном, свое подобострастие и свое стремление служить, когда в Америке и Канаде проживает лишь около 80, проживает, работает около 80 тысяч наших граждан, им надо было принципиально открыть в Америке на один участок больше, чем в России, где граждан проживают в 6 раз больше. Соответственно, еще раз говорю, это геополитика, это очень опасно, это опасное отношение к своим гражданам, это опасное отношение и к конституции, это опасное отношение и в принципе к легитимности выборов. И ни одного аргумента, повторюсь, у власти нет. И я тут соглашусь с господином Вальнинским, не важно, какая власть, есть институты государственной власти, министерства иностранных дел, правительства, которые в силу закона и конституции обязаны обеспечить пропорциональные условия. Мы бы слова не сказали, если бы хорошо, у нас нет, допустим, денег, если бы хоть какой-то надуманный аргумент был, и мы только 11 участков открываем в России, и допустим, 12, 15, 20 мы открываем в Европе. Хотя бы какое-то логическое объяснение было бы, а здесь, когда из 125 участков лишь 11 открывают там, где 40% наших граждан за рубежом, еще раз говорю, на это власть заигралась в геополитику, это ощущение безнаказанности, это ощущение уже просто ощущение абсолютной власти. Но еще раз говорю, мы будем добиваться полной отмены данного решения, потому что так выборы проводиться не должны. Господин Волницкий, вот вы выслушали все эти аргументы, какие вам ближе, и вот в качестве того, что может сказать, кстати, правительство, мне кажется, оно может сказать свое оправдание, то, что мы уже пошли по пути увеличения числа бюллетеней. Вы слышали это, да, а то раньше по 3 тысячи было на одном участке, теперь будет 5, якобы это решит все проблемы. Прокомиссируйте это, пожалуйста. правительство, конечно, объявив это или не объявив, оно, конечно, имеет свои политические интересы, потому что там представители политической партии. Я опять подчеркну, неважно, какого цвета сейчас правительство, так было и так будет всегда. Для меня сейчас ясна позиция правительства, хотя бы с точки зрения политической, но для меня более интересна сейчас позиция Конституционного суда, потому что Конституционный суд как бы по законодательству не должен учитывать политические аргументы или хотя бы не должен себя вести как политический игрок. Мы знаем, что над Конституционным судом не раз, если можно так выразиться, висел Дамоклов меч, потому что Конституционный суд, я не говорю именно об этом составе, потому что в последнее время произошли там серьезные изменения на уровне состава Конституционного суда, ну предыдущий состав или еще перед этим их подозревали открыто в том, что они делают игру властей. Если Конституционный суд мог себе раньше этого позволить, сейчас их ситуация намного усложнилась. Над Конституционным судом и так висит этот Дамоклов меч, потому что это им предстоит принимать решение сразу после выборов. Как поступить с результатами выборов, признать их или не признать, как это было например в случае выборов мэра Кишинева полгода назад или даже чуть больше. Конституционный суд и так находится на минном поле, если позволить так выразиться. Поэтому сейчас, когда перед ним поставят такой вопрос, от его поведения очень многое будет зависеть. А журналисты скажут вам, уважаемый господин Волницкий, вы уже понимаете, какие люди были включены в состав Конституционного суда, аккурат, под конец Нового года. Я никого ни в чем не обвиняю. Я просто напоминаю информацию для телезрителей. Этим судям сейчас и предстоит доказать, что это не так. Пусть докажут. Это более прекрасная возможность им не предоставиться. Хотя бы до... Господин Батренч скептическая сразу стало выражение лица. Да нет, все проще. На самом деле, да, мы понимаем, что там тоже в Конституционном суде люди, у которых есть свои политические взгляды, мы этим сталкивались. Не раз, тем более, что никогда еще такого прецедента не было. Действующих депутатов парламент и правительство направляли в Конституционный суд, который является верхушкой иерархии судебной системы. Это самые достойные, самые опытные, самые светлые умы судебной системы. Но мы сейчас не будем давать эти характеристики. Но еще раз хочу обратить внимание на тот момент, что не будет у Конституционного суда никаких правовых аргументов, которые смогут оправдать настолько жесткое нарушение Конституционных прав граждан, настолько жесткую дискриминацию граждан. Еще раз говорю, если бы на Западе открыли столько же участков, можно было бы на Западе открыли в 10 раз больше участков. Соответственно, Конституционный суд не сможет найти здесь правовых аргументов. Если аргументы будут абсолютно политическими, то это будет просто полная дискредитация Конституционного суда. Республика Молдова и так находится сегодня под мониторингом Совета Европы. И так негативные заключения. И это может стать очень опасно для любой будущей власти, потому что любая власть должна быть признана международными институтами, так скажем, влиятельными силами в мире и так далее. И поэтому мы считаем, что данный вопрос, независимо, кто там в Конституционном суде, такие граждане, но не смогут они оправдать с точки зрения правовой конституционной. Вот у нас специалист по международному праву, правильно говорю? Вот мне интересно, да, вот видите прогнозы, какие мы сейчас услышали, что думают вернее, да? А вот что думаете вы, как представитель правящей партии в отношении вердикта? Если я сейчас высказался в поддержку Конституционного суда, то это было явное давление на Конституционный суд, то есть оппозиция может высказываться, потому что это политическая структура, я в данном случае не высказываюсь как профессор, я высказываюсь как пресс-секретарь Демократической партии. Конечно, мне интересно решение Конституционного суда. Конечно, я не буду комментировать ни решения, ни как оно должно решать, как приниматься это решение Конституционного суда, потому что на то не есть судья Конституционного суда для того, чтобы рассматривать все вопросы и давать четкую аргументацию. Что касается, конечно, признания этих выборов, и здесь мы говорили неоднократно, и я думаю, что нет другой партии, более заинтересованы в том, чтобы эти выборы прошли прозрачно и демократично, потому что Демократическая партия заинтересована в том, чтобы эти выборы прошли правильно, чтобы эти выборы были признаны, чтобы эти выборы признаны. Опять же, это и морально, и политическое признание со стороны наших международных партнеров, потому что никакая международная структура, организация не может сказать, что решение Конституционного суда является не совсем адекватным. Я мог бы привести десятки примеров из практики международных судов, когда заранее адвокаты, сильные юристы, адвокаты, которые говорили о том, что будет такое или такое решение. И потом есть только заключение из международного суда, консультативное заключение по Израилю и по Палестине, где суд четко указал, что да, применяется оккупационное право к поводу строительства вот этого забора. Сколько разговоров было, даже и судьи не все были согласны. Многие говорили о том, что аргументы, которые приводились, являются политическими. По делу о ядерном оружии 1996 года один судья проголосовал за то, что ядерное оружие является законным по применению в случае агрессии против другого государства. То есть такие вещи, которые мы всегда рассматривали, изучали мнения, личные мнения, особые мнения судей международного суда. И тогда возникали вопросы, но только вот эта роль и поименные значения, и то, что они оставили, это и профессораты, и люди, которые будут в высших судебных структурах, не позволяли говорить им о том, что они политически ангажированы. И поэтому Конституционный суд, я думаю, сейчас заинтересован в том, после всего последних годов, сколько разговоров идет вокруг Конституционного суда, в том числе и по последним назначениям, именно судей Конституционного суда заинтересованы в том, чтобы ответ был четко юридически обоснованным. А какой он будет, посмотрим, я не хотел бы сейчас 20 подробностей. Я понимаю, что вы не можете сейчас сказать за Конституционный суд, но у меня один простой вопрос. Скажите, пожалуйста, ведь вы же могли, я имею в виду не вас, а демократов вообще, могли же предположить, что когда назначали на должности судей Конституционного суда тех людей, у которых репутация действительно членов партии демократов, то есть все понимали, откуда эти люди. Вот когда назначали этих людей, неужели нельзя было понять, что всегда будут в воздухе висеть эти вопросы, а насколько это решение их юридически выверено. Я не хочу сейчас хвалить коммунистов, правда, но даже они в период, когда, если вот Игорь кивает, он понимает, о чем я говорю, в период своего правления, они некоторые институты государственные отдавали оппозиции, понимаете, то есть возглавляли члены оппозиции, и они считали, что это нормально. А здесь мы видим совершенно как бы поступок наоборот, вот что, собственно говоря, и смущает, а эту проблему придется решать. Хорошо, я хотела больше для телезрителей еще предложить несколько цифр, вице-председатель ЦИКа Родика Чубатару. Итак, давайте посмотрим, о чем мы спорим. Значит, в первых поделили на восток-запад все участки, да, значит, цифра выглядит так. Значит, на востоке от Республики Молдова будет открыто 27 избирательных участков, на западе от Республики Молдова 83, в три раза больше. Акцентирую ваше внимание. Для США и Канады 15 избирательных участков. Вот как, собственно говоря, выглядят эти цифры. Давайте уточним, что там, где восток, это не только ведь идет Россия, так, Влад? Да, да. Перечислите, пожалуйста, те страны, которые тоже люди собираются как бы голосовать. Это Украина, это Белоруссия, это Армения, это Азербайджан, это Грузия один участок, это по одному участку, вот, со стран Азии, но там незначительно, там в этих странах буквально по одному участку. Но, опять же, если брать как принцип формирования вот этих участков пропорцию, то, опять же, повторимся, что принципы пропорциональности не наблюдаются абсолютно. То есть непонятно, к какому числу граждан привязано открытие одного избирательного участка. Если в процессе создания избирательных округов в расчет хотя бы примерно пытались брать принцип пропорциональности и примерное количество граждан, то при открытии избирательных участков этого принципа не было абсолютно. Можно задать вопрос, может быть, у правительства проблемы с деньгами, да? Ну да. Хотя, да, вот если так натянуть этот аргумент за уши, то хочу вам сказать, что избирательный участок в Российской Федерации стоит открыть в два раза дешевле, чем в странах Западной Европы, чем в Ирландии, в три раза дешевле, чем в Америке или в Канаде. Откуда у вас такие данные? Почему вы так думаете? Ну, эти данные вы можете посмотреть, данные счетной палаты, данные финансовых институтов наших, хотя данные есть в интернете, они, в принципе, носят публичный характер. И хочу вам сказать, что даже этого принципа нет. То есть 11 участков в России стоит дешевле, значительно в разы, чем 11 участков в США и в Канаде. А в США и в Канаде, еще раз повторюсь, в 6 раз меньше граждан, но участков на 3-4 больше. Поэтому, абсолютно, еще раз говорю, не существует никакого логического аргумента. Вы знаете, мы же привыкли к какой-то аргументации, что власть пытается насягивать какие-то аргументы и, по крайней мере, представляет какой-то набор аргументов под то или иное свое даже непопулярное решение. В данном случае, я вам хочу сказать, что я, как и вы, наверняка, изучил официальную реакцию и демократической партии, и первых лиц демократической партии, и целого ряда чиновников в правительстве. Ни один из них не сумел и не попытался выстроить хотя бы сколько-нибудь понятную цепочку аргументов, для того, чтобы понять, что лежало в основании принятия решения об открытии именно этого количества участков 125. Что служило основанием для именно такого распределения этих участков по миру. Если говорить о тех деньгах, которые высылают наши мигранты, и которые ни для кого не секрет обеспечивают валовый внутренний продукт, то на первом месте Российская Федерация, на втором месте Израиль. Вот, соответственно, две страны, из которых больше всего денег приходят в республику. И мы видим, что не эти страны являются чемпионами по участкам. То есть в данном случае власть даже не попыталась каким-то образом объяснить это людям обществу. И мне кажется, что власть тут именно заигралась, будучи абсолютно уверенными, что почему-то это все примет и международное сообщество, и консольный суд, и правовые институты. Поэтому мы собираемся очень серьезно вынести эти вопросы на расследование и здесь, в консольном суде, и во всех западных институтах, и в Страсбурге, и в Совете Европы, и в ОБСЕ, для того, чтобы власть хотя бы под нажимом этих структур пересмотрела данное решение. Ну, тогда я задаю очень прямой вопрос господину Волнинскому, господину Гомбрарь. Давайте так вот, по-честноку, как говорят, давайте подумаем, как голосовали люди на последних выборах в Российской Федерации, какие политические силы поддержали, и не является ли здесь прямое объяснение того, что власть не хочет открывать там участки, потому что, как показывает опыт, люди, проживающие территорией Российской Федерации, Беларуси, они выступают больше за политических оппонентов, они больше голосуют за партию социалистов Республики Ломбарь. И все очень-очень просто, и не нужно искать аргументов еще. Господин Волницкий, я попыталась упростить. Да, есть такой расчет, он, возможно, есть у власти, потому что хотя бы теоретически нельзя принимать во внимание тот факт, что за границей голосуют преимущества не за партию власти, скажем так, чтобы не акцентрировали. То есть люди не от хорошей жизни вообще за границей уехали? Да, есть диаспора, которая на Востоке, она обычно голосует с левыми силами, в данном случае, если учитывать предыдущий выбор с партией социалистов. Есть диаспора, которая на Западе, она преимущественно голосует за проевропейские партии. Но я думаю, что власти надо рассматривать этот вопрос намного глубже, ведь мы можем присутствовать при очень интересном эффекте. Возможно, этот эффект будет в премьере наблюдаться в молдавской политике. Мы слышим, очень часто слышим призывы со стороны оппозиции, которые обращаются к нашим гражданам, проживающим за рубежом. Приезжайте в день выборов домой и голосуйте здесь. Зачем давать этим людям лишние аргументы, чтобы они услышали призывы оппозиции? Ведь если эти люди почувствуют себя, ну скажем так, оскорбленными, обиженными, если эти люди почувствуют, что их права нарушаются, они могут решиться на свой очень своенравный протест. И этот протест может быть выражен тем, что не все, конечно, это нереально, чтобы все, но большая часть, значительная часть наших граждан в виде протеста за то, что их там права могут они посчитать были нарушены, могут прийти в день выборов домой. И тогда их влияние на политический процесс, на электоральный процесс может быть намного больше, чем если бы они голосовали там за рубежом. Я это имел в виду, когда говорил, что власти надо рассматривать этот процесс и с другой точки зрения, только с точки зрения, за кого голосуют эти люди за рубежом. Спасибо. Вот такие вы наверняка слышали и такие аргументы. Принимаете ли вы их? Почему да, почему нет? Я попытаюсь ответить вопросом на ваш вопрос. А где гарантия, что 100% тех, которые проживают на востоке от Республики Молдова, из них никто не будет голосовать за какие-то другие оппозиционные партии или за демократическую партию? Где гарантия, что из тех наших граждан, которые проживают в Западной Европе, нет доброго количества людей, которые согласны голосовать за ту же демократическую партию или за партию социалистов, которые, в принципе, больше рассматриваются как своих... Гарантии нет, но есть политический анализ. Мы исходим из того, что за последние три года те результаты, которые были показаны, и, в принципе, мы их четко показываем о том, что те положительные моменты, которые мы представляем, в том числе и нашим гражданам. Еще один момент, о котором часто говорят, что наши граждане массово уезжают из страны, наши граждане начали уезжать не сегодня и не вчера. Наши граждане начали уезжать в начале 2000-х годов, и не потому, что была партия коммунистов власти, потому, что я сразу, чтобы кто-то меня не говорил о том, что я якобы привожу такой пример, а потому, что тогда появилась возможность у тех, у кого были паспорта в Румынии, выезжать свободно, когда разрешили в Западную Европу. И этот отток, он не сегодняшний, он с 2001 года и по сегодняшний день. Я, опять же, исхожу из той проект, который есть у Ирландии и Норвегии. Я беру два государства, не беру остальные, не беру Португалию. Норвегия после Второй мировой войны половину населения уехала, Ирландия то же самое. Только после того, как начали внедряться очень четкие программы и реформы, когда был результат, в том числе с привлечением диаспоры, ну да, там в основном уезжали все в Соединенные Штаты, в Северную Америку, Канаду и Соединенные Штаты. Но это был тот призыв, и в принципе некоторые оппозиционные партии работали, исходили из того, что эти граждане будут высылать против действующей власти. Но получилось не наоборот, но получилось так, что в принципе к ним начали прислушиваться, они начали приезжать, в том числе приезжать в день выборов, для того, чтобы они считали себя полноправными гражданами, потому что есть еще определенные ограничения в некоторых странах по возможности участия. Я не знаю точно сейчас, как было в Ирландии и Норвегии, я не хочу говорить ошибочно, я сказал это по поводу Германии, нынешней законодательства. Поэтому, опять же, ни у кого нет стопроцентной гарантии, что обязательно в Российской Федерации будут голосовать только за оппозиционную партию, одну из оппозиционных партий, а вот в Западной Европе обязательно будут голосовать за другие оппозиционные партии, и как бы демократическая партия является в ней игре данного случая. Нет, мы рассчитываем на голоса наших граждан, потому что мы исходим из реальных результатов, из того позыва, который был сделан за последние три года. Поняла. Здесь мне нечего возразить, каждый, наверное, вправе надеяться, рассудит, как всегда, избиратель. Но есть человек, который предлагает вообще этим не заморачиваться. Воронин. Да. Он думает, зачем вообще все вот это вот, потому что он прямо так сказал, что граждане, живущие за границей, не знают ситуации в стране. Это первый его аргумент. У него есть второй аргумент, где он думает, что власти могут легче так фальсифицировать выборы. Да. Интересен мне ваш комментарий. Как вы полагаете, во-первых, добавят это еще и самому Владимиру Воронину, каких-то политических очков. Ну и как это все выглядит, господин Волницкий? Знаете, наблюдают ли наши граждане за политическими процессами в стране, те, которые находятся за рубежом, или не наблюдают, осведомлены ли они, или нет, нравится ли им, что происходит в молдавской политике, или нет, это уже не наше дело, ни политических обозревателей, ни журналистов, ни даже не дело политиков. Есть конституция, где прописано право, основное право, конституционное право граждан голосовать. И мы не можем граждан лишить этого права на основе того, осведомлены ли они, проявляют ли они интерес к тому, что происходит в Молдове, понимают ли они. Возможно, у господина Воронина, возможно, у других политиков. Конечно, они имеют право на собственное видение. Конечно, возможно, у них есть какие-то свои собственные анализы, если делаются такие заявления. Но в общих чертах мы не можем лишать граждан своего конституционного права, только исходя из каких-то, может быть, чисто политических, я не знаю, аргументов. Спасибо. Господин Батронич, вам как заявление конкурента по левому флангу? Да я не думаю, что стоит терять дорогое время наших телезрителей для того, чтобы обсуждать очередные фантазии Владимира Николаевича Воронина. Наверняка его в Демократической партии попросили таким образом высказаться о диаспоре. Это возможно. Ну, наверняка мы предположим, но не стоит терять время. Он уже продемонстрировал в составе нынешнего парламента, где, что, как, в чьих интересах делаются заявления. И мы не рассматриваем его как политического конкурента на левом фланге. Я хочу немножко сказать о так называемой дискриминации нашей диаспоры. Господин Воронинский... Да, и потом, если можно, по поводу фальсификации. Вот к этой мысли, мне кажется, нужно как-то, не то чтобы прислушаться, но задуматься уж точно. Почему? Есть ли возможности на этих участках для власти легче фальсифицировать? Пожалуйста. Я не думаю, что здесь может речь идти всерьез о фальсификациях, потому что объем людей там все-таки значительно меньше. Комиссии есть, есть представители разных политических партий. И там, так скажем, больше мониторинга чаще именно за этими участками, нежели за участками в Республике Молдова. Фальсификации делаются в Республике Молдова, делаются в сельских местностях, там, где комиссии слабые, там, где люди более податливые, более сговорчивые, и где людей легче покупать на избирательных участках. Я думаю, что в данном случае фальсифицируется у нас в Молдове. Но все же таки, что касается так называемой дискриминации диаспоры, что якобы вот кто-то кому-то кинул клич, виниться Акаса Молдовей, виниться его таз, да? Да. Ну, во-первых, слышать это от представителей ЛДПМ, партии, которая фактически управляла этой страной после 2009 года. Но, слушайте, вы могли создать людям все условия, вы были властью. Но даже это другой вопрос. Я хочу сказать, на Западе-то никто никого не дискриминировал. Если посмотреть, почти 100 участков открыто на Западе, в Западной Европе, Европа, Америка, Канада. Умножим на 5000 бюллетеней. Это почти полмиллиона бюллетеней. Если там всего 600, до 600 тысяч человек, то есть практически 100% избирателя, который придет, получит бюллетень. У них те бюллетени есть, у них есть секции. Европа компактна довольно, из города в город по автобану попасть очень легко. Никто, даже демократическая партия, не посмела нарушить права этих граждан, потому что они живут в Европе, в Америке. И там надо создать все условия, чтобы видели, какие мы культуры. Дискриминированы наши граждане только те, которые на Востоке, просто потому что они смотрят по-другому на политические процессы, они действительно голосуют по-другому. И именно поэтому власть пошла на открытую дискриминацию этих граждан, лишив их основного конституционного права избирать и быть избранными. И более того, даже вот эта фикция с предварительной регистрацией. Ну хорошо, вы говорите, что мало людей зарегистрировано там. Но также мало людей зарегистрировалось на Западе. Но для них 100 участков вы открыли. Но даже не это. Главный правовой аргумент здесь какой? Это право людей избирать. И, соответственно, это не их обязанность. И, соответственно, никто не может обуславливать их право конституционное другими правовыми нормами и условиями. То есть никто не может им сказать, что вот если ты зарегистрировался, ты имеешь, то конституционное право будет соблюдено. Если ты не регистрируешься, то... Да, такого в законе нет. Да, это абсолютно утопия. И, соответственно, государство обязано обеспечить условия, чтобы гражданин проголосовал. Проголосует гражданин или он проголосует ногами, не придя на участок, ты его делай, но участок ты ему создай. И поэтому я хочу сказать, никто не будет возвращаться домой с Запада по одной простой причине, что им власти создали очень много избирательных участков. На Западе все хорошо, там наша власть приходит, пытается демонстрировать себя очень демократично. Если говорить о тех методах фальсификации и вмешательства в наши внутренние дела, которые оказывает это наше соседнее государство, там каким образом происходило. Голосовали студенты в Румынии на избирательных участках, которых, опять же, более чем достаточно. У них был организован бесплатный транспорт, автобусы, которые мы привозили в Молдову. Это было, но, опять же, если говорить о размерах, объемах, это не такие все же большие цифры, которые могут принципиально повлиять на результат выборов. Другой вопрос, что власти закрывают глаза на то, что пересекают границу организма. Ведь подвоз граждан организован, у нас как бы запрещен в этом плане. Но это происходило. Я благодарю вас. Не могу удержаться от вопроса по поводу связи демократов с партией Ворониной, с ним лично. Но не первый раз это говорится, конечно. Но учитывая, что демократическая партия сегодня, офис этой партии находится в офисе, который строил Центральный комитет партии коммунистов. И Владимир Николаевич Воронин, когда его спросили, а как же так, как ваш офис оказался у демократической партии? Он говорит, ну, у господина Плохотника хороший вкус. Да. Но мы сейчас не будем говорить о вкусе господина Плохотнюка, но все-таки есть вот такой план обвинения. Я в самом начале, когда перед передачей, помните, я сказал, что я юрист-международник, я разграничиваю частное от публичного. В данном случае вопрос о том, что там происходило, кто строил здание, какие там личные отношения, это касается частных отношений, меня это меньше интересует. Теперь, что касается, насколько существует, я так понимаю, что, возможно, появится некая фраза, что бином между коммунистами и демократами. Напомню, что нас обвиняли в том, что существует бином между демократами и социалистами. Если вспомним выборы мэра Кишинева, то в первом туре я не помню ни одного, который бы не говорил, что за ним стоит демократическая партия. То есть в то же время нас обвиняют в том, что якобы... Да нет, про Сильвю Раду говорили, а потом она взяла и пошла по списку. И про многие говорили о том, что якобы за ним стоит демократическая партия. Поэтому, в данном случае, конечно, будет очень много такого рода выражений или высказываний во время предвыборной кампании. Что касается той декларации, которую сделал господин Воронин относительно фальсификации, я опять же выскажу, что нет более заинтересованной партии в том, чтобы выборы проходили демократично и прозрачно. И то количество, в том числе, наблюдателей, которые уже объявили, что будут, опять еще раз доказывает то, что мы будем стараться делать всю возможность, чтобы впоследствии не было вот такого рода высказываний о том, что якобы были фальсификации. И выборы, которые будут проходить, то есть, в принципе, мы должны наконец-то прийти к тому, что выборы впоследствии постоянно будут проходить. Да, в нормальной конкурентной борьбе, но при этом с четким соблюдением тех положений, тех норм, которые существуют в западных странах. Благодарю вас. Не могу сегодня не поговорить с вами о новости дня, именно сегодняшнего дня. Это то, что не только демократы хотят, чтобы они так вот чисто прошли предвыборную кампанию. Сегодня президент сказал, что он не будет идти по спискам партии социалистов Республики Молдова. Сказал, что у него есть достаточно работы в роли президента. Но, тем не менее, душой и сердцем он, понятное дело, с какой партией, с той партией, в которой он, собственно говоря, как политик вырос. Вот это решение. Прокомментируйте, пожалуйста. Президент сегодня поддерживает вполне логично ту партию, которая выдвинула его на данную должность, поддерживала и по спискам, символам, которые он победил в 16-м году президентских выборов. То, что власть в очередной раз меняла правила во время игры, занималась юридическим, околоправовым таким жонглированием и параллельно запрещала ему уже участвовать в политической жизни страны, это остается субъективной позицией власти. И президент высказывается на политические темы так, как считается лесообразным в качестве всенародно избранного главы государства. Что касается сегодняшнего решения, он его аргументировал как, так скажем, как открытое отношение к избирателю, то есть люди его избрали главой государства. Он прям обратился вот к гражданам, это было в роли обращения. Не все люди смогут его понять, если он возглавит список партии и пойдет в парламент, в том числе и по ряду других аргументов для того, что у него есть проекты, в том числе и внешние, как у главы государства, он и принял решение не баллотироваться. Но он озвучил свою личную позицию как гражданин Республики Молдова, что он, безусловно, поддерживает и желает успеха в партии социалистов, как партии, еще раз говорю, которая его выдвинула на должность президента. И в данном случае, кто бы как ни относился к президенту, но господин Додон всегда был по меньшей мере логичен в своих высказываниях и последовательен в своих действиях. Игорь, у нас так не очень ведь принято, правда? Не принято. Не принято. Вот скажем прямо. И тем не менее, вот у нас появился вот такой прецедент, когда глава государства поступает так. Почему? Это правильное решение, потому что, видимо, президент принял такое решение после долгого раздумья, учитывая все возможные, в том числе и все возможные риски, потому что в его адрес не один раз звучали даже угрозы со стороны, ну, скажем так, представителей правящей партии, в том числе со стороны спикера Канду. Помните, ему даже грозили импичментом в определенный момент. И президент, если можно так выразиться, дал хороший политический урок, создав такой прецедент. Президент дорожит своей должностью. Дорожит в том смысле, что, как он сам говорит, это дает ему определенные возможности решать права граждан. И он дорожит каждую минуту нахождения на этом посту, потому что есть возможность влиять на социальные, на экономические процессы в стране. Мы видим, что делает президент периодически. Он то открывает поле, футбольные поля, или спортивные, не знаю, как на русском, то вместе со своей семьей помогает обездоленным, дарит, я не знаю, делает там разные операции, дарит дома и так далее и тому подобное. Каждое нахождение на этом посту, видимо, для президента очень важен. И он не намерен упустить ни одного дня. Во всяком случае, я так понял из того, что случилось сегодня. С другой стороны, конечно, кто-то может сказать, что это каким-то образом уменьшает шансы партии социалистов. Я не думаю, что это так. Социалисты из того, что мы видим по опросам, и сами держатся хорошо. Ассоциация на имиджерном уровне между президентом и партией социалистов достаточно высока. Президента считают по-прежнему не председателем партии социалистов, а, как вы, Влад, назвали, лидером всех социалистов. И это прижилось в молдавской политике и в подсознании избирателей. Поэтому президенту не было нужды вовлечь себя в этой избирательной кампании и терять время, которое он может с большей пользой проводить на посту главы государства. Спасибо. Господин Гамурай, вы как оцените этот поступок? Если бы я был политическим комментатором, наверняка бы я высказался. Сегодня было несколько звонков, когда журналисты спрашивали, каково мое мнение, не мое личное мнение, как представитель демократической партии в связи с решением президента страны. Я сказал очень четко, я не могу комментировать действия президента страны по простой причине, что здесь связано с одной из партий, которая будет участвовать в предвыборной кампании. В смысле того, что хорошо все знают, что существует такая-такая связь. Я не адвокат и не являюсь участником социалистической партии. Я не могу сказать, это их внутренняя кухня, это их вопросы, и они знают, как идти на выборы. У демократической партии от этого не изменяется ее позиция по поводу того, как она будет участвовать в предвыборной кампании. То есть мы четко знаем те результаты, которые есть, и мы четко знаем свою программу, с которой мы идем. То есть мы остаемся на своей стороне. И никак мы не, я не имею права, в принципе, комментировать действия главы государства в данной ситуации. Ну как-то немножко, мне, конечно, странно, безусловно, вы имеете право отвечать на мой вопрос так, как вы хотите, но мне, честно говоря, немножко странновато прозвучал ваш ответ, потому что, когда мы говорим о каких-то, каждый шаг и каждый поступок еще имеет политическую подоплеку. И вот о ней уже, безусловно, говорят все. Вот когда, не к вам, я так вот сейчас задам вопрос, когда господин Филипп заявил, что он будет баллотироваться, честно говоря, думала, что в отпуск пойдет. Ну вот по-честному скажет, да, я буду заниматься предвыборной кампанией. Мы тоже это можем как-то обсуждать, можем сказать, что да, с точки зрения закона он не нарушил закон. Ведь правда? Нет. Но с точки зрения политической вопросы все-таки остаются. И заметьте, это те люди, которые упрекали президента, говорят, что он не имеет права идти на выборы, а почему-то премьер-министр, который говорит, что он возглавляет технократическое профессиональное право, может идти в один из округов, депутатом, и при этом исполнять обязанности премьер-министра. Вот что. Это какой-то анонсенс. Или спикер парламента, который больше всего выступал за деполитизацию института власти, который почему-то идет по списку и при этом не приостанавливает свою деятельность в качестве председателя парламента. Что тоже было бы логично, ведь он же уже идет по спискам, но при этом запрещают кому-то ковыряться в носу. Да, в носу публично не надо ковыряться никому, а я закончу нашу программу. Ну, иносказательно. Я понимаю. Но я закончу нашу программу вопросом все-таки, раз мы здесь говорим по поводу голосования за границей. Вот смотрите, мы очень много сейчас затрагивали эту проблему с различных абсолютно точек зрения. Мы смотрели, как там на это смотрят и как там. Давайте представим себе такую ситуацию. Смотрите, невнимание к диаспоре это серьезно. Я не хочу приводить пример Румынию, но мы помним, мы помним, это, по-моему, год назад это было, да, как обиженная диаспора вышла на улицы Бухареста и заставила прислушаться своему голосу. Вот скажите мне, пожалуйста, если решение Конституционного суда будет таким, который вы посчитаете нелегитимным, там вот, понятное дело, вы возмутитесь, все. Ну, меня волнует сам вопрос тогда легитимности выборов. Вот если придется идти в таких условиях, которые нам на сегодняшний день предлагают и партия власти, и правящая коалиция, и правительство, и ЦИК, что будет, господин Патронич? Вы будете ставить под сомнение саму легитимность выборов? Еще раз глянем, будем идти поэтапно. Первое, мы ожидаем решение Конституционного суда, мы ожидаем реакцию Совета Европы, других международных институтов, ОБСЕ, миссии наблюдения, то, что нам важно сформулировать сегодня отношения и международных структур, и, безусловно, еще раз, как говорят в шахматах, определить позицию Конституционного суда, для того, чтобы понять еще раз, что у нас Конституционные юрисдикции в Молдове, и это, безусловно, отразится на дальнейших шагах, в случае, если данное решение остается в силе, еще раз говорю, мы будем ставить вопрос о легитимности происходящей сейчас компании, и, безусловно, мы уже сегодня говорим, что в случае, если гражданам будет запрещено голосовать сотню тысяч граждан, результат выборов может быть не признан, в том числе и нами, и какие будут дальнейшие действия, конечно, действия будут, мы же не будем участвовать в выборах только для того, чтобы согреться, если кто-то считает, что он может постоянно менять правила время игры, либо админресурсами, просто не дать выиграть тем, кого поддержат люди, значит, безусловно, будет реакция с нашей стороны, активная реакция, как это всегда, в принципе, и было. Спасибо. Господин Гаммурай, вот вы исключаете, что могут быть вот такие недовольные люди? Во-первых, я исключаю тот вопрос, что выборы пройдут недемократичные, выборы пройдут непрозрачные, и появится возможность непризнания этих соответствующих выборов, потому что мы говорили не однажды, я и сегодня говорил, и об этом говорили все наши представители, что мы делаем все возможное, это в том числе и по привлечению большого количества наблюдателей, причем из различных стран, из различных международных организаций, для того, чтобы они могли определить очень четко то, что выборы будут, выборы должны быть признаны состоявшимися, и выборы будут прозрачными, и должны быть признаны в том числе и на международном уровне. Потому что это... Первонаперво на международном уровне ОБСЕ пресс-конференция, знаете, к чему все это было на второй день после выборов? Нашими гражданами, во-первых, они должны поверить, в том числе, если даже те граждане, которые проголосуют за другие партии, и его партия не пройдет, он должен понять, что эти выборы проходили демократично, это правила игры цивилизованного мира, мы должны эти правила имплементировать и идти дальше по этому пути. С этой точки зрения, да, соглашусь с вами. Господин Волницкий. Вы знаете, может быть, я субъективен, могу ошибиться, но мне кажется, что сейчас на уровне политического класса Молдова существует два большие опасения. Есть опасения партии власти и есть опасения остальных партий. Остальные партии, оппозиционные, боятся, опасаются того, что может быть повторен сценарий с муниципальных выборов 2018 года, когда под тем или иным предлогом, если власти не понравятся результаты выборов, может их не признать через Конституционный суд, я не знаю, или может быть там будут какие-то решения местных судов по поводу одномандатников и так далее и тому подобное. Власть же со своей стороны, насколько мне видится с точки зрения журналиста, политического обозревателя, боится, что вы, остальные политические игроки и наблюдатели, международные и местные наблюдатели могут усомниться в корректности, в честности выборов и могут выдвинуть тезис, что они были специфицированы. А это очень опасно, особенно для тот период, который последует после выборов. И на основе чего я делаю такие выводы? Я на основе действий и заявлений, которые делают и политические и оппозиционные партии, и партия власти. Например, для меня было о многом, мне о многом говорит тот факт, что партия власти вступила в полемику с неправительственной организацией, которая отслеживает. Промалекс. Да. То есть это говорит о том, что партия власти очень большое внимание уделяет даже малейшим намекам о том, что выборы могут быть некорректными. Это говорит и об определенном опасении. И пока есть это опасение. Я вам скажу, что эти опасения очень хорошие, потому что они дисциплинируют своего рода политический класс, в том числе и партию власти. Пусть существуют такие опасения. Главное, чтобы они не сбылись. Я благодарю вас за участие. Могу только добавить, что да, эти опасения. Но вообще, конечно, я за то, чтобы потом вот та самая пресс-конференция, как все жгут, живут в БСЕ, должны высказаться, даже время обычно знают на другой день, чтобы это тоже соответствовало действительности. А не чтобы потом, как было в апреле, помните, да, выборы корректные, свободные, все такое. А потом мы просто взяли и передумали, господин Гомераль, такое тоже бывает. Я благодарю вас за участие в этой программе. Мне было с вами здорово и интересно. Спасибо большое за то, что пришли и отвечали на вопросы. Это была программа «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин